Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстун и мы продолжаем играть в Fallout 4, продолжаем помогать роботизированной команде корабля Constitution, в общем, починить их корабль. В прошлой серии мы помогли ботсману и сейчас наша задача помочь в чём-то штурману. Привет солдат! Угроза ликвидирована, оценка ущерба начинается после того, как данная единица выполнит все запланированные работы. Почему на вас напали? Мусорщики нападали на корабль 17 раз, уничтожили 13% корабельных систем, украли 5% груза. Логическая ошибка, капитан приказал ликвидировать мусорщиков только в том случае, если необходимо защитить корабль. Почему вы не дали им отпор? Если они 17 раз нападали на вас, то почему вы не сопротивлялись? Данная машина полагает, что основные программы капитана нуждаются в ремонте. Система управления отключена, обнаружены многочисленные ошибки. Первая ошибка. Украден чип управления. Эта машина просит его вернуть. Кто украл чип системы управления? Чип управления в списке украденных предметов. Заберите чип на фарпосте мусорщиков. Капитан назначил награду за его возвращение. Применение оружия разрешено только в случае крайней необходимости. Шлюпка на корме разблокирована и готова к использованию сэра. Так, забрать чип управления у нас в задании. Я чувствую, мы еще тут много чего будем делать. Вот там мы с навигацией не разобрались, там в кабине с насосом. Короче, у них, похоже, ко мне целая куча заданий. Ну, не знаю, прикольные ребята. Роботы на корабле. Так. Вы прошлюпку вот про ту, да, которая меня спустит отсюда. Я уже и пользовался. Ну, давайте воспользуемся еще раз. Так. Вы хотите, чтобы я где? Погодите, а что, так близко, что ли? Это же вообще, ребята, это вот... У вас под носом тут эти враги живут и периодически пытаются у вас что-то стырить, да? Потому что у роботов там, ну, и сами видели, есть чем поживиться. Для мусорщиков. Они и в помойке-то рады поживиться, а уж если такие дела... Балин. Кстати, у меня же еда появилась. Чё это всё такое странное? А, я же в невидимость ушёл. Так. Мне нужно что? Мне нужна еда. Мне нужна помощь. Её надо, по идее, поставить на быстрое использование. У нас есть мясо там, чё-то, по-моему... Вот, отбивные на единичку. И отбивные из мутанта на двоечку. О, смотрите. С ними можно поговорить. Не стреляй. Не мы приказали этим уродам напасть на корабль. И они не пытались тебя замочить. Просто хотели убить этих чёртовых роботов. А чём они вам так не нравятся? Значит, они мусорщики, но не ваши. Ну, они как бы наши, но на самом деле мы с ними не работаем. Тут никто никем не командует. Но мы с ними заключили соглашение. Все работают вместе, все получают одинаковую долю. Но эти уроды увидели, как ты поднимаешься на борт Конститюшн и просто спятили, нарушили соглашение и заплатили за это. А как тебе удалось подняться на борт? Мы думали, тебя в порошок сотрут. Это важно. Солдат. Задание Айронсайда. А какая разница, как мне удалось туда попасть? Ладно, можешь не говорить. Но внутрь-то заглянуть получилось? Столько добра. Настоящая сокровищница. Просто ждёт, чтобы её обчистили. Этот хлам такой ценный. Жадность, как и всегда. Как скажете, целое состояние. Неужели этот хлам такой ценный? Ну да, эти штуковины обеспечат Даймонд Сити деталями на несколько месяцев вперёд. Больше по канавам ползать не придётся. Значит, вы поговорили с Жестянкой? Что он сказал? Уклониться от ответа, чип управления, что... А что вы думаете? Давайте так. А что по-вашему он мог сказать? Понятия не имею. Единственный раз, когда мы с ним говорили, он вопил... Протащить под кидем и всё такое прочее, пока его роботы пытались нас убить. Так что он сказал? Уклониться от ответа, уклончивый ответ, чип управления. Айронсайд говорит, что вы украли чип управления. Хочет получить его обратно. Его чип управления? Точно. Знаешь, для чего ему чип? Для ракет. Для огромных ракет на корабле. Он спятил. Ракета? Зачем ему ракета? Никто не знает. Может, хочет сделать бомбу. Может, хочет улететь в космос. Какая разница? Важно одно. Штука адски ценная. Плюнь на этого робота. Работай с нами. У нас тут полно друзей поблизости. Рано или поздно мы одержим победу. Я не отдам ему часть своей доли. Ты что-то скрываешь, Дэвис? Знаешь волшебный трюк, который поможет туда попасть? У этого парня есть пропуск на корабль. Так что заткнись. Помоги нам уничтожить эту жестянку. Моя награда. Помочь мусорщикам, помочь. Я бы роботам помог. Ну, давайте я сначала спрошу так, ради приличия. А мне что с того? Как, по-твоему, с тобой расплатится эта жестянка? Можешь какими-нибудь дублонами? А если поможешь нам, получишь гору крышек. Ну что, ты с нами или нет? Так не пойдет. Я с Айронсайдом. Вы во всем ищете выгоду. А капитан Айронсайд? Робот-провидец. Ну так иди к черту. Повезло тебе, что мы тебя не пристрелили. Эй, ну вообще-то мы это не закончили. Мне чип нужен. Скоро этот корабль станет нашим. Так, ну чип-то у вас здесь, да? Эй. Че смотришь? Слушай, наемник, выйди из этой комнаты. Я у вас по-тихому чип стырю, чтобы вы это... Ну, сильно. Не знаю, мне почему-то неохота их убивать. Хотя это было бы легко очень сделать. Что-то у меня маленько подтормаживает все. Дать это... Сейчас лето, моему компьютеру вообще тяжело. Видеокарта, процессор, все греется. Зимой как-то попроще в этом плане, да? Ну, они тут неплохо обустроились. Чистый черный костюм возьмем. Я люблю представительную одежду для своих, это, жителей поселений. Знаешь, хорошо, когда приходишь в свое поселение, а там у тебя не в рванье человек стоит, а в чистом черном костюме. Не, ну он отсюда не уйдет, да? Он отсюда не уйдет. Ну что ж, похоже, придется брать и стрелять. Можно, конечно, сразу стрелять. Мне никакой столсбой не помогает. Неужели я не могу незаметно прокрасться внутрь? Вот, сейчас я типа невидимый. Но меня быстро обнаруживают. Ну, интересно, а если я типа вот, я не знаю, вот здесь присяду в невидимость? Вас обнаружили. Никак, да? Ну, слишком, да, слишком очевидно, что я здесь. Так, ладно, че, я тупо беру. Смотрите, они даже со мной не дерутся. Они с Кюри, что ли, дерутся? Мне больше всего этот наемник смущает. Он почему-то вообще даже оружие не выхватывает. Один наемник, его, похоже, убила Кюри. Он какой-то странный был. Он стоял, даже не дрался, поэтому у меня почему-то не возникло сразу желания всех перестрелять. Так, ладно, очень жаль, ребята. Но иначе было никак. 20% шанс повредить ногу цели. Смотрите, 1500 стоит. Неплохо. Весит, правда, 21. Мы себе не можем, по идее, столько позволить. Хотя не можем, у нас еще остается маленькое. По-хорошему было бы неплохо сейчас сходить куда-нибудь в деревню, выгрузиться. Я, кстати, глупо, да, сейчас пошел через корабль. Там же шлюпка внизу. Я мог просто на шлюпке подняться. Так, че, где все? Привет, солдат. Чип возвращен. Выдаю награду. Отчет о диагностике. Остается одна ошибка. Передатчик радара с системы управления не функционирует. Необходима замена. Передатчик? А что с передатчиком? Результат диагностики неоднозначен. Для подробного анализа необходима функционирующий мистер-помощник. Добудьте передатчик радара «Посейдон» в указанных координатах. Следующая награда будет выдана после выполнения задания, сэр. Так, а какую ты мне вообще-то награду сейчас дал? Он же что-то говорил, что дает награду. Так, ладно, давайте посмотрим, куда он нас шлет. Он нас за реку шлет. Давайте вот так я в лодочный домик сгоняю. Заодно там выгружу, инвентарь почищу. Ну и вот как раз оттуда недалеко. Так, ну вот, ребята, я переместился в лодочный домик. Причем я тут уже за кадром поторговал. Все ненужное скинул. Также, ну, как бы свою броню. На верстаке ее дал ей название. В общем, я всю свою броню переименовываю вот так, чтобы не путаться. Потому что там, знаете, обычно длинные названия. Там коллиматорный, гладкоствольный, там какой-нибудь там пистолет. Или какая-нибудь там укрепленная, армированная. Ну, в общем, переписываю в строчку все свойства брони указываются. Поэтому проще, чтобы потом не путаться. Вот там пишу просто, где тело, где правая рука, левая рука. Где там правая нога, левая нога, чтобы потом не путаться. Ну, в общем, я всю броню переименовал. И также ее улучшил. Причем я удивился, что я могу улучшить свою броню. Потому что я, в принципе, этот навык не сильно качал. И, как правило, вот когда я собираю броню, я обычно уже беру какую-то, да, ну, броню лучше своей. О, кстати, я совсем забыл. Я же здесь построил пушку, а вот кого-нибудь из жителей назначить. Ведь, чтобы она работала, надо кого-то назначить, да? Вот ты, поселенец. Так, тебе, короче, даю команду. Ты у нас будешь теперь управлять этой пушкой. Так, что, получилось? Тебе, команда, управлять вот этой пушкой. Вот, все, ресурс назначен. В общем, друзья, улучшил свою броню. Причем улучшил ее на максимальное количество переносимого веса. Ну, как бы некоторые, некоторые просто там на увеличение брони. Вот теперь у меня 335 максимально переносимый вес. Изначально был 310. В общем, полезная вещь. Ну, а вообще я не качал навык улучшения брони. Вот если его раскачать, то можно, наверное, вообще какие-нибудь прикольные штуки делать. Так, ну и нам здесь куда-то недалеко отсюда надо идти. Так, что я решил просто вплавь перебраться. Так, я вижу мутанта. Так, это что? Это труп. Я думал, собака. Так, внимание, меня кто-то запалил, да? Кто-нибудь видит еще мутантов? Лично я никого не вижу. Так, надо быть осторожными. Может быть, нам как раз здесь и надо мутантов уничтожить. Смотрите, а я вроде сижу, а вот надо сидеть, не двигаясь, да, чтобы невидимым стать. Ну, смотри, когда я в невидимости, все сразу меняется, становится каким-то светящимся. Кто-нибудь видит мутантов? Вон, там есть один вдалеке. Что-то до него патроны не долетают. Мне, наверное, дистанции не хватает. Из заглушителя дистанция снайперки порезана. Так, а вы тут неплохо, да, обустроились? Смотрите, как они все сделали что-то типа стены. Блин. Так, слава богу. Так, это гончие. И вот гончие. С кого начать? Давай, наверное, с тебя. Так, теперь надо помочь нашей кюре. Так, ну и у нас где-то там мутант был. Ох ты, ё-моё. Что-то опасно как-то. Еще тут и рад таракан. Рад таракан меня вообще не интересует. Это вообще где-то в другой области. Меня интересует, кто там с ракетницей бьет. Блин. Они тут неплохо обустроились. Гранатами кидаются. Опасные ребята. Кстати, а здесь у нас что? Давайте я маленько отойду. Ребята, видите, я не инвизник. Неужто вы меня видите? Да, они забадали. Они, блин, своими гранатами. Так, погодите. Давайте мне, короче... У меня было же тут оружие. А, кстати, артиллерийская дымовая шашка. Да, мы ей сейчас воспользуемся. Пускай они, блин... Даже, знаете, да я бы даже загрузился и просто закинул бы туда шашку в их периметр. И посмотрел бы, как по ним долбануло бы. Давайте вот так. Артиллерия. Огонь сюда. Сейчас посмотрим. О, протектрон. Ха-ха, смотрите, мутант. Я не знаю, откуда он взялся. Но мутанты ему на везде. Это, блин, мощные мутанты. Знаете, на самом деле... Ну, их можно перебить. Но, знаете, я что хочу на самом деле? Я хочу загрузиться. Я хочу загрузиться и я хочу кинуть им туда... Так, а мы в последний раз сохранялись. Ну, ладно, бог с ним. В лодочном домике. Я хочу прямо кинуть им туда средства для артиллерийского огня и посмотреть, как это будет. Когда они еще все в этой деревне внутри. И когда они не выбежали наружу, чтобы меня бить. Так, ну вот, друзья, я аккуратно подкрался к этому загону мутантов, чтобы они меня не заметили. Давайте сейчас попробуем им туда закинуть артиллерийскую шашку. Блин, я даже не вижу в этом режиме невидимости. Так все беспонтово. Блин, как бы его так... Когда я двигаюсь, он вроде перестает работать. Ох, ты же, блин, как глюч это в WhatsApp, когда... Ой, господи. Ладно. По-моему, сейчас дымовая шашка, да, у нас? Что, будет сейчас артиллерийская бомбежка? Можно я сразу их несколько накидаю туда? Что-то я не вижу, чтобы бомбили. О, вот, пошла бомбардировка. О, смотри, даже какую-то гончивую отнесло. Блин, кажется, в купол ударило. Это плохо. О, все еще бомбит. Круто. Так, погоди, давайте снайперку поменяем на более мощную. Потому что мутанты, я тут заметил, довольно-таки живучие. Так, погоди. Да ё-моё, откуда страдает? Откуда с горы? Я его причём вообще не вижу в траве. Так, сейчас подожду ещё маленько, пока бомбардировка пройдёт. И пойду тоже внутрь. Блин, они большую часть попадают в эту башню. Это не очень хорошо. Ох ты ё-моё, близко было. Тут я бы сказал, какие-то матёрые мутанты. И у них оборона неплохая. Я его убил, но я не торопился. Потому что я же как раз в тот район из-за него бомбёжку заказывал. Ну ладно, может там ещё кому-то достанется. Ещё вот один мутант где-то вот там прямо по курсу есть. Ну а чё, прикольная штука вот эти вот дымовые шашки, да? Кстати, у меня же, знаете, что ещё есть? Помимо вот этой простой дымовой шашки, у меня есть ракетница. Которая вроде как должна призывать на помощь минитманов. Давайте. Сейчас из ракетницы. Делаем сигнал. Что, минитманы придут мне на подмогу? Тут, правда, мутантов и врагов почти не осталось. Но всё же, интересно, как это сработает. Сейчас, наверное, сюда должен какой-нибудь патруль минитманов прийти или что-то в этом роде. Правда, поздновато я их вызвал. О, видите, смотрите. Целая куча минитманов. Прикольно. Так, ребята, ну раз уж вы сюда пришли, у нас вот тут ещё рядышком какой-то завод есть. Может быть здесь какие-нибудь враги есть? Вон, а, этот, протектрон. Протектрона я уж как-нибудь сам убью. А, кажется, Квирине особо понравилось, что мы протектрона убили. Ну, извини. О, смотрите. Броня. Братство. Так. Это, наверное, крутая броня. Я её возьму. Можно, кстати, отогнать этот костюм куда-нибудь к нам на базу. У меня есть один, знаете, один поселенец, который снабженец в силовой броне. Вот можем ещё одного завести. Так, ну ладно, похоже, здесь ничего страшного нету. Хотя вот мне кажется, что я у этого завода уже был как-то раз мимоходом, но потом загрузился, и что на самом деле здесь какой-то радиоактивный скорпион из-под земли вылазил. Могу ошибаться. Да, блин. Блин. Здесь вот, видите, в основном тараканы. Пери, помогай. Мне кажется, в папире случайно попало. Вот, подобрали же Лизу Дутни. У меня как раз там, по-моему, же Лизу Дутни надо было отнести этому в Даймонд Сити, в исследовательский отдел. Так, а здесь у нас тоже, смотрите, есть какое-то задание. Мы здесь не зря. Так, передатчик радара Посейдон. А, это то, что вот Посейдон, передатчик. А, вот, да-да-да, как раз нам сюда, оказывается, и надо было. Я думал, что мы просто сюда мимоходом зашли. Так, что-нибудь еще здесь есть? Я вижу ядерную батарею. А, вот, журнал. Вам будет легче вскрывать замки. Спасибо, не помешает. Так, ну вот, вроде и все здесь. Здесь, блин, вода радиоактивная. Собственно говоря, в Фоллауте практически везде вода радиоактивная. Особенно, если какие-нибудь рядом стоят непонятные здоровые конструкции. Так, ну ладно, друзья. Наш выпуск маленько затягивается. Поэтому давайте на этом и закончим. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok